СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ Действие картины разворачивается в 2003 году, когда студент Гарвардского университета Марк Цукерберг начинает работу над проектом, которому суждено изменить мир. За последующие несколько лет Цукерберг стал одним из самых юных миллиардеров США. Его детище принесло ему не только прибыль, но и многомиллионный судебный иск от братьев Винклвоз, у которых Марк позаимствовал идею социальной сети. Игра на понижение. В центре сюжета этой драматической истории финансовый кризис, разразившийся в Америке в 2008 году. В основу фильма положена книга «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы», написанная финансовым журналистом Майклом Юисом. Доктор экономических наук Майкл Бьюри, управляющий хедж-фондом, то есть активами нескольких инвесторов, предчувствует скорый крах рынка ипотечного кредитования. В связи с этим он страхует около миллиарда долларов, принадлежащих его клиентам. Действия Бьюри поначалу остаются непонятными его коллегам. Но несколько финансистов, разобравшись в причинах, решают рискнуть и попытаться заработать на грядущей финансовой катастрофе. Как поднять миллион? Исповедь задрота. Ученик провинциальной школы Женя – изгой и дома, и в стенах учебного заведения. Когда папа дарит парню ноутбук, молодой человек начинает просиживать в интернете круглые сутки. Постепенно он приходит к выводу, что при помощи современных технологий можно довольно быстро начать хорошо зарабатывать. Создав несколько порно-сайтов, Женя получает первую прибыль. С деньгами он перестает быть невидимкой в школе, люди начинают тянуться к нему. Но чем быстрее его бизнес развивается, тем больше у него появляется недоброжелателей. Волк с Уолл-стрит. В основу картины положены мемуары брокера Джордана Белфорта, основавшего в 1989 году одну из крупнейших брокерских фирм в истории США. Режиссером фильма выступил Мартин Скорсезе, главную роль сыграл Леонардо Ди Каприо. В ленте показана история жизни Белфорта, от момента его работы в инвестиционном банке до создания собственной брокерской конторы. Успех, которого удалось добиться Белфорду, вскружил голову. Постоянные вечеринки, наркотики и алкоголь стали его постоянными спутниками. Но в какой-то момент все начало рушиться, миллионером заинтересовался агент ФБР. Стив Джобс, человек в машине. Этот документальный фильм рассказывает историю основателя компании Apple Стива Джобса, одного из самых талантливых и известных людей современности. Со стороны сотрудников компании эта работа получила в основном негативные отзывы. Вице-президент по интернет-сервисам Эдди Кью сообщил, что картина вышла искаженным и подлым описанием жизни Стива Джобса. Обладатель премии «Оскар» Алекс Гибни объяснил, что эта картина является своего рода провокацией, ведь она призывает переосмыслить все те новшества, которые появились на свет стараниями Стива Джобса. Джой. Новая мелодрама от режиссера Дэвида Урассела рассказывает о так называемой американской мечте. Джой Мангана – мать-одиночка и домохозяйка, работающая на трех работах, но остающаяся при этом мечтательницей. В 90-м году придумала знаменитую самоотжимающуюся швабру. Это история женщины, которая впоследствии стала успешной бизнесвумен. Главную роль в картине исполнила Дженнифер Лоуренс. Стив Джобс. В основу сюжета нового биографического фильма о создателе компании Apple Стиве Джобсе положены самые знаковые презентации придуманных им продуктов. Картина построена на диалогах и раскрывает много интересных подробностей о личности Джобса. В частности, из картины зрители узнают о том, как готовились к презентации компьютер Лиза, iMac, скандальный Next и другие устройства, изменившие жизни многих людей. Сценарий картины написан одним из самых востребованных драматургов Америки – Аароном Соркиным. Режиссером фильма выступил обладатель премии «Оскар» Дэнни Бойл. Духлес. Максу почти 30. Он работает топ-менеджером крупного российско-французского банка, живет в шикарной квартире, ездит на дорогом авто и встречается с первыми красавицами. Всего себя главный герой картины, основанный на одноименной книге Сергея Минаева, тратит на зарабатывание денег, а затем спускает их все без остатка на поддержание жизни в окружении роскоши. Когда Макс знакомится с Юлей, ставящей перед собой иные цели, он начинает задумываться о происходящем. В момент, когда мир молодого человека начинает рушиться, на работе тоже появляются серьезные проблемы. Духлес-2. Бывший топ-менеджер Максим сбегает от проблем на Бали, где селится на шикарные вели с бассейном. Он ежедневно занимается серфингом и отдыхает на местных вечеринках. В Москву он возвращаться не собирается, считая, что настоящая жизнь именно здесь, на Бали. Но когда Макса буквально прижимает к стенке местная полиция, ему ничего не остается, кроме как отправиться на родину. Там его встречают представители спецслужб. Они сообщают ему, что есть всего два варианта дальнейшего развития событий – или сесть в тюрьму, или начать с ними сотрудничать. Стартап. Фильм рассказывает о создании российского интернет-проекта «Холмс» – поисковой системы, призванной облегчить жизнь пользователям всемирной паутины. Это история о дружбе, о борьбе, о стремлении к поставленной цели и осуществлении мечты. Основой для картины послужила биография создателей поисковой системы «Яндекс» Аркадия Воложа и Ильи Сигаловича. Нефть. В основу сюжета фильма положена книга «Нефть» Эптона Синклера. Картина повествует о предпринимателе, промышляющем поисками золота и серебра. Как-то раз он попадает в колодец, где находит образец горной породы, который указывает на наличие в этом месте нефтяного месторождения. Предприимчивый герой перепрофилирует собственное дело. Теперь он добывает нефть. КОНЕЦ